всем привет друзья с вами gif и короткий обзор карты берег для escape from tarkov что из объектов где находится и где находится выход из карты короткий курс ориентации на местности сейчас для того чтобы завершить рейд зачастую требуется пройти к выходу который находится на другой стороне карты берег не является исключением в этом случае но тут выхода есть на всех сторонах карты и часто достаточно выйти на выход на соседней стороне они противоположной выходить можно только в те выходы что обозначены для вас нажав на букву о вы увидите что вам доступно к сожалению в этом видео я не смогу показать все выходы за два дня к примеру мне так и не попался выход в административном здании а выход временный кпп попался один раз но я его не смог найти но из показанных мной выходов один или два будут доступны для вас с очень большой вероятностью так как одновременно можно выйти два три четыре выхода выходы со знаком вопрос доступны не все время определенная хотя как я понял если вы успеете вовремя например к выходу в горах и он в это время был активен но решите не выходите еще погулять то значки вопроса со временем уже пропадут и вы можете подойти к нему позже карта представляет собой многоугольник вдоль длинной нижней стороны которого морской побережье отсюда и начнем играл я в режиме оффлайну выключив пве режим в таком случае вы на карте совсем один можно вдоволь поизучать что и вам советуют делать не только на берегу а на других картах чтобы найти интересные места и для начала обойдем карту по кругу путешествие начнем со смотровой вышки обычно она хорошо храняется дикими пройдя чуть ниже в сторону моря вот у этих вагонов или у этих пунктов есть выход отмеченный как временный кпп но я его не нашел когда у меня он был доступен идем далее вниз по главной дороге по левую руку от нас стена отмеченная кпп 11 после окончания стены выходим на дорогу она тянется вдоль всего побережья дверим синий забор за ним стройка также частенько с дикими и дойдя до конца стройки видна еще одна точка выхода под названием маяк проход на него только один мимо порта по воде здесь плавать нельзя и поэтому в порт и отправимся а В борту есть еще один выход, лодка на причаль, но работает он далеко не всегда, не видите лодки у последнего пирса, значит выход не активен. Ну а вот перед вами и путь до маяка, туда мы сейчас не пойдем, отправимся обратно. Около горящей заправки отмечу еще одну важную для ориентирования вещь – водосброс электростанции, вот он, внутри водосброса идти нельзя, но отправившись вдоль забора вы попадете на электростанцию, на ней мы с вами побываем позже. Продолжаем путь по дороге вдоль берега. Одинокая баржа и островок заканчивают достопримечательности прибрежной линии. В конце дороги еще один выход с карты под названием тоннель. Отправившись же вверх по дороге, попадем в поселок. Достопримечательностей в нем немного, поэтому сейчас быстро пробежим через него и пойдем вдоль забора. Если вы будете двигаться вдоль забора, то попадете на выход под названием у заброшенного дома. По правую же руку у вас будет заброшенная деревня, стоящая по хорошему уже в болоте, но мы продолжим двигаться вдоль забора. Продолжив двигаться вдоль забора, обнаружим, что забор закончится и начнутся скалы. А чуть правее будет линия электропередачи. Вот здесь берем курс на Большой Камень и видим рядом с ним беспилотник НАТО. Вот рядом с этим беспилотником есть еще один выход. Проходим на блокпост, идем вверх по течению реки и этот выход называется проход через скалы. Отметились у него и двигаемся дальше вдоль скал и по высоковольтке. В конце концов высоковольтка упирается в забор. Бежим вдоль него по правую руку наблюдаем на камне разрушенную избу. продолжаем двигаться вдоль забора, пересекаем железную дорогу и вот мы у выхода дорога на таможню. Если направимся вниз по дороге, слева от нас будет река и внизу мы увидим место, откуда началось наше путешествие. Это смотровая вышка. Известные мне выходы на краях карты я вам указал. Одно самое вкусное у этой карты в середине, поэтому отправимся туда, посмотрим какие объекты здесь еще есть. Одним глазком взглянув на море идем мимо заброшенной избы и выходим на метеорологическую станцию. она как раз на уровне стройки, если смотреть на берег. от метеостанции идем вдоль ЛЭП, перебегаем через мост с танком и выходим на электростанцию. С мостков через водосброс видна горячая заправка. И, соответственно, чуть левее находится порт. Мы же отправимся наоборот наверх в гору. Попадаем сначала на автобусную остановку. Это въезд на территорию санатория Лазурный берег. Если подниматься по дороге, можно правда обойти и слева по горам. А здесь есть где-то выход через административные здания санатория, но мне он не попадался. Так вот, санаторий просто огромная территория, много корпусов, много комнат, много диких, много лута. Выйдя из санатория, можно легко добраться к выходу среди скал. Идя вниз по ЛЭП, выйдем на заброшенную деревню. Это та заболоченная деревня, которая была нам видна, когда мы бежали по кругу двигаться. Здесь очень тяжело, бывает проваливаешься по пояс и скорость просто дико падает. Если пройти через деревню, то соответственно можно попасть уже в жилой поселок. из поселка вниз по дороге и вот мы снова у выхода в туннель. Вот такие выходы есть на этой карте. Надеюсь те, кто раньше на берегу терялся и теперь смогут с него выбраться. на этом все, с вами был гиф и удачных вам рейдов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова